всем привет друзья вы на канале вокруг земли мы находимся конечно же где в пасмурной двери в общем сегодня второй день моего питания на 100 рублей три дня вчера прошел день нормально сейчас второй день время сейчас 11 часов вот хочется уже есть вчера принципе не прошло хорошо я немножечко вечером конечно проголодался живот немножечко пурчал полчасика и успокоился лег спать вот не как обычно пораньше где-то пол двенадцатого вечера и в общем все нормально сейчас будем готовить вот сегодня будет совсем другие блюда конечно будет салат суп и второе тоже но немножечко другое потому что каждый день есть одно и то же это ну это не нормально вот психологически конечно не очень просто все это выдержать но можно справиться самое главное что мы не голодаем погнали так что у нас осталось спагетти у нас еще две трети пачки капуста капуста конечно еще побольше было бы хорошо потому что в планах сейчас ее затушить яблочко яблочко драгоценная пока не хочется есть два лучка картошка пять штучек две морковки и хлебушек хлебушек сытный хлебушек так в общем сейчас буду ставить воду на суп нужно будет сделать салатик тоже нашинковать и второе так друзья картоха 1 готова я ее быть помыл почистил покрошил салатик готов в овощной но конечно что вы думали какой салат будет конечно же такой же овощной морковка капуста вот раз поменьше немножко получилось потому что я буду тушить капусту сегодня вот поэтому все по минималкам сейчас поставлю закину картошку потом закину туда макарошки будет суп с макаронами сегодня решил щи не делать повторно будет другой супчик супчика сделаю побольше чтобы наесться и потом буду уже что-то думать с картошкой все на завтра надо на суп поставить картошку в общем продукты минимальное количество продуктов в глава вообще кругом не знаю что сделать как-то приходится я не знаю выжимать все так лучок морковочка тушится картошечка варится капуста ждет своего череда да ты сейчас будем тушить эту капуточку конечно очень мало и и получилось но что сделать да зато какое-то блюдо хотя бы разнообразно получится и так друзья доваривается последний картофель две штучки уже готовы сварены супчик у нас томится капуста тоже готова все ждем пока доварится картофель вот этот один последний и будем уже кушать друзья все мы приступаем к питанию нашему наконец-то к обеду в общем приготовил картошечки отварил три картошечки потушил капусту конечно же салатик овощной куда же без него получилось конечно вот раз поменьше но куда деваться нужно экономить осталось совсем немного продуктов и супчик супчик конечно же тоже сделал супчик наваристый в этот раздел с лапшой да то есть со спагетти это тоже важно потому что снова щи каждый день конечно мог бы я это делать до готовить каждый щи варить есть но мне как-то не захотелось поэтому нужно разнообразно разнообразно питание так как поправлю чуть-чуть камеру вот сделал разнообразный разнообразнее немножечко разнообразил суп питание свое чуть-чуть вот тем более макарошки это тоже вкусно это тоже классно и макарошки еще развариваются да то есть макарошки развариваются макарошки развариваются и это вкусно это много это хорошо а 20 некуда вот раз приготовил побольше суп чтобы конечно еще если нападет жор поесть супчик вкусный суп как суп обычный супчик так мне не хватает соли вот и не сыпется даже всем кто кушает приятного аппетита также попробуем что-то не то нормальной соли отечественной сейчас посыпну и будет другое дело ну что сказать друзья конечно в принципе да я не голодный есть можно но знаете это тяжело морально морально очень тяжело выдержит вот этого да ты понимаешь что у тебя там право продуктов надо тянуть ум то ну мозг по-другому работает и это реально тяжело морально по сути дела есть еда ты ешь вот я не голодный ем суп да там еще как бы кастрюлика целая есть второе есть салат но морально тяжело и ты еще думаешь еще завтра там да я просто не представляю как это люди живут то реально тянет да не может себе позволить пенсионеры какие-нибудь или там представляете мама с многодетными ну там детьми на которых нет денег это вообще жесть я просто не представляю как они это морально очень тяжело это очень тяжело сначала это интересно да там было сейчас попробуй три дня а потом ты понимаешь что но это не так просто вчера еще первый день нормально прошел сегодня мне уже тяжело хотя я ем да вот кушаю как бы нормально но просто думаешь о том что блин побыстрее бы там понедельник чтоб чем поесть да там побольше либо там чтобы ну не то что даже побольше просто еще раз говорю что продуктов мало с каждым разом они мешаются и ты думаешь блин хоть бы хотел как бы хватил то есть вот это вот наперется по сути дела как бы я в принципе то все рассчитал что глаза видит и ты понимаешь что уменьшается поэтому будет тяжело морально тяжело вот а целом целом нормально кушаем и еще знаете вот получается готовлю на два раза ну вот сегодня сделал побольше супа чтобы наверное немножко может быть в перерыве между вот сейчас время час почти доходит и покушаем на не часов 7-8 вот может в перерыве часов 4-5 просто супчиков похлебать бульона чтобы немножко морально спокойнее было еще значит что тяжело рассчитывать на то два куска хлеба только не больше там пол морковки и только понимаешь блин как-то а вдруг не хватит вот так вот тяжело да пусть короче не в организме как бы принципе да то есть ты свет и у тебя желудок там не урчит все нормально но проблема в голове в уме какой великолепный суп сейчас посчитаем себестоимость этого супа смотрите один лук я взял три лука на сколько рублей я сейчас не помню но рублей по-моему там вышло ну пусть будет 15 один лук 5 рублей одна картошка ну может быть рубля 3 пусть будет такой с 19 рублей килограмм я взял 700 грамм вчера на 13 рублей там 6 картофель 2 рубля картошка пусть будет пол морковки пусть будет рубль там не знаю рубль лук рубль морковка картошка макарон надо ответить ну короче 10-11 рублей себестоимость этого супа причем не тарелки а целая кастрюля навар и там еще знаете макароны так ну они же тоже увеличиваются в размере но они не переварились кстати идеальный размер действительно вкусно даже жирненький немножко супчик вообще красота очень тонко режу хлеб потому что почему это делаю да по сути можно было кусочек нарезать нормальный и все но я лучше одного вместо одного кусочка порежу два тоненьких потому что видите морально я спокойно мне еще есть хлеб два кусочка если был один кусочек лежал я бы сказал блин мало и что делать и так далее вообще была идея подсушить его до завтра и на сухари пустить чтобы сухарики в суп кидать они тоже разбухает то есть ну в принципе да я говорю голова работает так что мама не горюй когда приходится выживать таких условиях зато знаете это опыт чтобы понять как живут бедные люди чтобы понять как живут многодетные мама например одна да там кормит детей не там еле-еле выживают вот тебе две картошки тебе длини больше не меньше там рассчитывают пенсионеры тоже да либо вообще бедные люди которые там тянут там от пенсии до пенсии зарплаты зарплаты начинаешь ценить каждую картофель ну каждый кусочек капусты я сегодня вообще там капуста была в общем ну мы же даже последний вис крайне обычно выбрасываем а тут я его почти сделал там помыло прям ну потому что ну блин ну такой кусок больше выбрасывать можно его потушить чему будет потушил и все самое главное помыть нормально вам хорошо вы там сейчас едите что-нибудь вкусненькое сколько вы хотите а у меня нет ограниченный выбор супчик очень вкусный вот победы так приступаем ко второму картошечка конечно даже не идеально еще блин ну если я начну я щас кромсать мне вообще ничего не останется какая сладкая почему она сладкая блин уже со сахар вот трахмал вы говорите сладкого нет вот как просто вкусно попробуем капусту да кайф тушеная капуста обожаю хватило в общем осталось еще на вечер оставил полторы картошки и капусту все идеально я помню в казани когда жил у нас была столовая она до сих пор есть там называется добрый столовая в общем там очень дешевые цены я не могу это есть так в общем там очень дешевые цены я помню лет пять назад я кушал на 17 рублей представляете представляете там были макароны, суп, чай, хлеб и салат нормально узвал представляете на 17 рублей покушать в столовле сейчас там подороже сейчас можно в общем на 70 рублей покушать на 100 вообще на 200 как король будет там ну там макароны стоили 3 рубля порция раньше, сейчас по-моему 6 что там еще, супчик рублей 15, вообще дешево что вкусно, нормальная еда и фастфудная, да, какая-нибудь например, кирси там, отдонуться всякие ужас какой и дорого и вредно ну вкусно наверное, да потому что вся вредная еда, она вкусная но вредная вот видите два кусочка хлеба, идеально вообще красота вот мне в голову стукнуло, представляете, насколько человеческий мозг он приспособлен ну то есть там остался в ситуации один в лесу или там один без денег там и так далее и что, как думать, гениальные идеи приходят какие-то просто взял и нарезал на два тоненьких кусочка красота сейчас бы я уже съел тот хлеб а у меня еще, видите считайте, большой кусочек вот так вот кочано, кстати, которое чекрышка я максимально отчекрыжил, потому что жалко выбрасывать все прям подсчитано, как говорится я даже наелся почти все переживал, что мало будет нормально все это макароны они припихли потому что макароны они очень плотные развариваются еще набухают внутри по сути, я сейчас могу попить воды в кружку пол-литра и все, у меня внутри набухнет там все макароны я вообще буду сыт но я так делать не буду все, салатик оставляю на вечер заедаю капусту в картошке через полчасика попью водички в таких ситуациях я еще раньше помню голодание практиковал тоже когда голодаешь или когда вот так вот питаешься всегда хочется, чтобы время летело быстро чтобы побыстрее вечер, там быстрее в следующий день быстрее покушать я еще как назло сегодня проснулся пол восьмого утра пипец вчера это хорошо проснулся где-то пол десятого пока туда-сюда там дела свои начал готовить в магазин пока сходил в итоге пол третьего только покушал было такое облегчение а сегодня сегодня уже нет чернота такая в картошке вот есть я не буду есть нафиг лучше я не доем чем вот эту херню есть кусок хлеба в общем что у меня осталось одно яблоко одно третье макарон сварю завтра хлеб кстати хлеб осталось где-то пол булки я молодец а мне же еще вечер есть аааа еще завтра надо есть ну ладно одна треть капусты один лук одна морковка и одна картошка это все на завтра почти доелся все остатки уже очень вкусно получилось капуста в принципе обожаю то что она капуста вот ладно еще чуть-чуть цепану не могу прям хочется этот салатик ммм еще сегодня уксопаду чуть-чуть вообще пушка яблоко на крайний крайний случай когда мне будет очень плохо когда захочу прям кушать сильнее его съем либо завтра встаем на ужин бля кайфануть прям в конце да посмотрим пока стоит 8 рублей стоит кстати вот прожить на 100 рублей 3 дня да а если например я пойду на улицу соберу ягод каких-нибудь яблоки например какой-нибудь нарву листья какие-нибудь да сморозины и заварю чай это считается или нет вот пока я максимально использую только те продукты на которые потратил деньги или если например в гости пойду кому-нибудь либо пойду например в какой-нибудь храм покушаю это считается или нет в большинстве я деньги не тратил на это не считается да потому что можно например на 3 дня уехать в гости и типа 3 дня ничего не тратил да 3 дня на 0 рублей нет так не считается наверное не считается ну хорошо будет тогда так как сейчас даже отрызочка немножко пошла хорошо значит наелся все друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал ждем ужина